Песня о любви к родине и природе, история о школьных буднях, трогательная лирика, волшебные сказки и даже фантастика. В выборе тем школьники не ограничены. Работы оценивались в четырех номинациях – поэзия, проза, публицистика и авторская песня. В конкурсной комиссии известны в Анапе литераторы – члены Союза писателей России Сергей Левин, Ольга Хомич и Ирина Иваськова. Перед ними стояла непростая задача – каждая работа достойна внимания. Однако организаторы отмечают – цель конкурса не выделить лучших, а дать каждому возможность творчески раскрыться. Самое главное, чтобы дети развивали свою творческую фантазию, чтобы они учились работать со словом. Поэтому наш принцип – мы поощряем каждого участника. То есть мы выбираем лучше, награждаем первое, второе, третье места. Если есть автор на гран-при, мы даем гран-при. Ну и, конечно же, каждому участнику мы обязательно даем гран-при. То есть без гран-при у нас не остается никто. Павел Девольт представил философский рассказ «Спешки», в котором раскрыл тему абсурдности многих средневековых войн, где даже простое оскорбление на балу у короля могло послужить началом массового кровопролитного конфликта. Школьник углубленно изучает историю. В этом году всерьез увлекся и литературой. Я уже давно очень хотел стать писателем. И с начала этого года я начал этим заниматься серьезно. Вступил в организацию литературного объединения «Авангард». Меня больше всего привлекает в писательстве то, что ты делаешь что-то свое, ты можешь создаваться миром, делать их свои правила и устанавливать свои порядки. Дебют юного публициста оказался более чем успешным. На конкурсе «Вдохновение» Павел получил высшую награду – Гран-при. Первые места завоевали Любовь Сербина, Анастасия Савченко, Мария Добрынина, Игорь Никитин, Марков Дюгин и Ксения Антонюк. Сразу два первых места взяла Ильяна Горковенко. Она победила в номинации «Поэзия и авторская песня». Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион.